Скажите, кто хочет быть старым? Ну, нет, не прямо сейчас. Кто хочет дожить до старости и провести там как можно больше времени? Кто хочет быть старичком, который осваивает новые гаджеты, ходит на фитнесы в театры, пьет кофе в кафе? Вот можно ли сегодня сконструировать такое будущее? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапаченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Итак, это программа «Звоните доктору». Я вас знакомлю с нашей гостьей, дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи. Мария Дмитриева, главный врач Самарской областной клинической гериатрической больницы, главный внештатный гериатор по городу Самаре, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Здравствуйте, Несса. Мы работаем в прямом эфире. К нам в студию можно позвонить. 202-11-22. И напоминаю, что сегодня мы конструируем себе прекрасную активную старость. Ну, сначала всё-таки давайте разберёмся с понятиями. Когда я произнесла «гериатрическая больница», думаю, что не все поняли, потому что слова «гериатрия» и «геронтология» вызывают некую путаницу. Изучаем отчасти. Да, Несса, спасибо большое. Итак, что же такое геронтология? Геронтология – это наука, которая изучает биологические, социальные и психологические аспекты старения и, соответственно, способы борьбы с ними. И если биологические аспекты – это, собственно говоря, всё понятно, это физиологические старения наших органов и тканей. А вот социально-психологические, как правило, самым значимым из них – это является потеря социальной значимости. Это тот, ну, скажем, рубеж времени, когда человек уходит с работы на пенсию. А вот гериатрия – это уже область клинической медицины, которая изучает болезни старого и пожилого возраста и, соответственно, методы лечения, диагностики и профилактики. И вот, в частности, своей задачей, одной из своих задач, мы ставим, каким образом информировать человека, который потерял свою социальную значимость, уменьшил вот так вот, уменьшил свою социальную значимость, что же он может сделать вот в этот период времени. И я не побоюсь сказать, что в золотой период времени, когда уже у человека чуть меньше социальных проблем, вернее, бытовых проблем, потому что дети уже выросли, появились внуки. Чуть меньше ответственности. Да, меньше ответственности. Да, появляется масса свободного времени. И чем же ее занять? То есть это вообще-то увлекательный достаточно процесс. И мы стараемся вот на такой позитивной ноте именно разговаривать с нашими пациентами, с нашими слушателями, чтобы им было удобно и понятно, чем заниматься. Из всего, что вы сказали, я делаю вывод, что ваша специальность не чисто медицинская, а скорее медико-социальная, наверное, уже получается. Ну, сама гириатрия – это, конечно, медицинская специальность, но мы очень тесно взаимодействуем с Министерством социального развития. С вашими пациентами нельзя оставаться только в медицине, наверное. Да, да. И понятно, что в первую очередь мы передаем им информацию о том, что такой пациент нуждается в социальном обслуживании, и оказываем им организационную поддержку. То есть, по сути дела, знакомим соцработников с теми новинками, которые есть в здравоохранении. Мария Степановна, я вот чуть позже спрошу, что представляет из себя гириатрическая служба ваша, наша общая. Но сначала хотелось бы понять, нужна ли она нам. То есть, о чем я говорю? Как много у нас пожилых людей, как много ваших потенциальных и настоящих пациентов? Ну, то, что касается Самарской области, ну, вот если цифры, да, то у нас в области примерно 3 миллиона 150 тысяч человек, да. Из них 25,2% составляют люди 60+. А из этого уже количества 46% составляют люди 70+. То есть, то, что касается нашей области, у нас увеличивается глубина старения. Ну, я думаю, что это хорошо. То есть, у нас больше людей, которые доживают до серебряного возраста, до количества долгожителей у нас увеличивается. К сожалению, вот сейчас вот не располагают цифрами, но их достаточное количество. И мы, собственно говоря, гордимся ими. Гордимся, что мы увеличиваем количество долгожителей. Ну, я, да, читала статистику, что за последние буквально, наверное, 50 лет продолжительность жизни увеличилась чуть ли не в два раза. То есть, действительно... Ну, президент поставил задачу перед медиками... Жить долго. Жить долго, да. Жить счастливо и качественно. Ну, и, собственно говоря, здесь мы боремся тоже за цифру. 74 года. Мы эту цифру получили, мы ее добились до конца 23-го года. Да, и вы знаете, к нам вот уже дозвонился кто-то из телезрителей. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А сколько вам лет, скажите, пожалуйста? 57. 57. Давайте... А зовут вас Александр. Александр, давайте поступим следующим образом. Вы, пожалуйста, сейчас нашему оператору оставьте свой номер телефона. Мы с вами обязательно свяжемся. И чем можем помочь? Кому-то переадресуем, если что, да? Ну, я хочу сказать, что гериатрическая больница, это не значит, что мы занимаемся только пожилыми людьми. Мы 6 дней в неделю дежурим по терапии. То есть к нам поступают люди от 18 лет, ну и, соответственно, 57, это тоже может быть наш возраст. Естественно, мы поможем этому человеку и сориентируем его. Александр, если не удалось, если звонок ушел, вы, пожалуйста, еще раз наберите и скажите нашему оператору, что вы должны оставить свой номер телефона. Мы свяжемся с вами непременно. Итак, наверное, все-таки вот сейчас стоит представить, какая такая вот из себя наша гериатрическая служба. Что она из себя представляет? Да, гериатрическая служба Самарской области, она представлена тремя уровнями. Первый уровень, это самый базовый уровень, это 41 гериатрический кабинет, амбулаторный гериатрический кабинет, которые расположены в различных районах, как нашего города, Тольятти и, собственно говоря, районов области. Поставлена задача в 2024 году увеличить их, ну, как бы немножечко, да, до 40, порядка 43, да, вот так вот назовем. Я думаю, что тоже мы справимся, то есть это говорит о том, что амбулаторное звено, амбулаторное звено будет обеспечено гериаторами, и в каждом районе, по сути дела, в каждом районе появится свой врач-гериатор. Второй пласт, это так называемые гериатрические койки. Ну, для нас, для медиков это просто такое понятие, на самом деле, значит, в нашей больнице расположено максимальное количество гериатрических коек, 110. В этом году открылись 20 коек в Сызранской центральной городской районной больнице, и, соответственно, порядка 60 коек – это в госпитале ветеранов войн. Это второй уровень, то есть там работают врачи-гериаторы и оказывают помощь именно по гериатрическому профилю. И третий уровень – это гериатрический центр. Сам гериатрический центр, он представляет собой такую функциональную единицу, которая оказывает организационно-методическую помощь как всем врачам-гериаторам области, так и вот о том, что я говорила вначале, обеспечивает взаимодействие с социальными службами. То есть мы и консультируем соцработников, и посылаем им, так сказать, новинки медицины, ну и, собственно говоря, обеспечиваем вот эту вот связь. То есть не держите все в секрете у себя. Связь, да. Ну и буду, наверное, потом говорить о том, как мы расширяем этот наш гериатрический центр. И мы его еще и покажем, я сразу уже анонсирую, что будет сюжет в программе. Ну а сейчас все-таки вот о чем. Мы последний раз с вами в этой студии встречались что-то около двух лет. Полтора, полтора, да, два года назад. И я очень надеюсь, что новостей в вашей области за это время поднакопилось. Но, может быть, стоит нам разделить вот какие-то очень важные новости, которые в целом по стране у нас произошли. Насколько повернулось здравоохранение в сторону пожилых людей? Появились ли какие-то новинки, которые помогут поддерживать именно активное долголетие? Да. Потом уже поговорим про вас. Да, да. Я, ну действительно, новинки можно разделить на две большие категории. Первое, это даже не новинки, это новшества, это какие-то стратегические цели, которые... Да, новинки легкомысленно, конечно, звучит. Да, да, да. Вот это вот все же новшества, цели, задачи, векторы развития. И хотелось бы сказать, что в 23-м году, в июне месяце, состоялась коллегия, Министерство здравоохранения Российской Федерации, которая была посвящена гериатрии. И она называлась не просто совершенствование качества оказания гериатрической помощи лицам старшего пожилого возраста, а еще появилась добавка технологии здорового долголетия. Вот очень интересная тема. И что же вот, тоже технологии, это такое всеобъемлющее, ну, многогранное вот так вот слово. То есть здесь и внедрение новых клинических рекомендаций, и совершенствование диспансеризации профилактических медицинских осмотров, и формирование новых, так сказать, комплексных групп, да, как мы, бригад, так называемых, которые приходят пожилому человеку, оценивают его со всех сторон, да, и какую помощь можно оказать, и состояние его здоровья, и социальные какие-то проблемы, может быть, бытовые, его решить. А четвертое, это как раз тоже совершенствование взаимодействия между системой здравоохранения и социальной поддержки, потому что здесь, если можно вот эту информацию передавать бумажным носителям, да, можно передавать его с помощью флеш-носителя, а мы добиваемся, чтобы это было электронно и задействовать там систему ЕМИАС. То есть, когда человек придет в любую из больниц, тот врач, к которому он пришел, откроет программу и увидит, что и где было. Ну, что-то, да, да, это, нет, это одна тема, это здравоохранение. Но мне кажется, для телезрителей более интересно будет послушать про новинки, и вот, в частности, я хотела рассказать о медицинском кардиокресло. Кардиокресло – это разработка Сеченского университета, уже полученное регистрационное удостоверение. И вот само это кресло, оно представляет собой, ну, по сути дела, вот… Кресло. Да, это кресло, да, достаточно легкое. То есть, человек садится, он может, естественно, в одежде. Что он должен? Он берется за поручни, и в течение минуты, ну, желательно в этот момент не разговаривать и быть в спокойном таком состоянии, то есть, чтобы дыхание было ровное, он, значит, находится в этом кресле, держится за поручни, и в этот момент у него происходит снятие ЭКГ. То есть, и через какое-то время, естественно, выдается на экран результат. То есть, сейчас вот из серьезных векторов, да, вот как я говорила, развитие, и это дистанционные скрининговые методы обследования. И это, кстати, очень важно. Да. Для чего это кресло? Его как бы испытывали и ставили в аэропорту, в больших таких торговых центрах, и в МФЦ, где, то есть, большое скопление людей, для чего оно нужно, для чего, так сказать, можно его использовать? Ну, опять же, те люди, кто-то, вернее, вот, скажем, молодой возраст, может просто проверить у себя ЭКГ, да, но, по сути дела, если речь идет о том, что у нас заболеваемость болезни сердечно-сосудистой системы возрастает, то очень многие люди, да, перенесшие инфаркты, имеющие, так сказать, кардиозаболевания, они уже знают, как важно снять ЭКГ, да, как важно получить его расшифровку, и очень важно, им бы хотелось проконсультироваться дистанционно с врачом, а здесь они как раз получают такую возможность. Конечно, там, возможно, через госуслуги, или через какой-то другой портал, возможно, передача этого заключения, да, как, собственно говоря, самого ЭКГ, так и заключение ЭКГ своему лечащему врачу, и дальше врач уже решает, что все нормально, да, тоже это очень хороший результат, и даже самый лучший результат, да, который может получить пациент. Либо приглашает его или информирует его о том, что он должен в плановом порядке обратиться к своему лечащему врачу или к своему кардиологу, да, если он, так сказать, на связи. Либо это вызов не от ложки, да, это как бы тоже очень важно. То есть вот такое вот кресло создано, и... Я думаю, что это не единственная из новых технологий, которые появляются в области профилактики активного долголетия, скажем так. И, честно говоря, хотелось еще поговорить с вами и о конгрессе, который прошел по гидиатрии. Но, наверное, все-таки нашим зрителям интереснее вот то, что здесь происходит в Самаре, тем более времени у нас с вами не так много. Давайте мы поговорим про вашу больницу. И прежде чем про нее поговорить, маленький сюжет, вот наш корреспондент побывал на экскурсии. Давайте сначала посмотрим, а затем вернемся в студию. Самарская гириатрическая больница находится в историческом здании. Оно было построено в 1898 году и называлось «Хлебной биржей». Сейчас тут лечат пациентов с когнитивными нарушениями. Людям серебряного возраста проводят тренинги и рассказывают о физических активностях, которыми они могут заниматься. Сейчас пожилым людям советуют не только скандинавскую ходьбу, но и бокс. Точные и сильные удары помогают тренировать, координацию движений. По результатам тестов мы даем не медикаментозный блок, даем профилактику по поводу старческой стены, сосудистой медицины, Альцгеймера, даем рекомендации по физической активности, и чтобы каждый гражданин, в зависимости от того, что мы получили при нейропсихологическом тестировании, его информационный блок, то есть чтение, посещение и так далее. То есть головной мозг нуждается в непрерывном поступлении новой информации. Врачи следят не только за состоянием пациентов, но и за состоянием здания, где находится больница. В этом году был отреставрирован актовый зал. Раньше здесь проходили торговые сделки. А сейчас будут проводиться лекции и групповые занятия для пациентов, и экскурсии для туристов. Итак, программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в студии Мария Дмитриевна. Дмитриева главный врач Самарской областной клинической гириатрической больницы. Мы работаем в прямом эфире 202.11.22. Еще есть немного времени, можно в студию позвонить. Настолько приятно было увидеть вот это историческое здание в таком состоянии, в котором оно сейчас. Удивительно, конечно, что у вас хватает сил и забот не только на пациентов, но еще и на сохранение исторического наследия. Но вот сразу не могу не спросить, это шутка была про бокс? Мы там увидели перчатки. Нет, собственно говоря, почему так получилось? Действительно, гириатрический центр, отремонтированное помещение. То есть, если раньше мы располагались, вернее, гириатрический центр располагался у меня в помещении порядка 20 квадратных метров, то сейчас это шикарный зал, два больших кабинета, где у нас будет располагаться кабинет профилактики, падения переломов, профилактики когнитивных нарушений, профилактики болезни Альцгеймера. И вот в этом зале, если честно, сегодня туда привезли стулья, шикарные стулья бежевые. Мы планируем проводить два вида, так сказать, занятий. Первое – это тренинги, которые рассчитаны, на группу 30-50 человек. И второй момент – это лекции. Только не говорите, что бокс. Это лекции. И вот, собственно говоря, буквально еще до Нового года появилась такая мысль рассказать людям пожилого возраста, чем же можно заниматься, какими видами спорта можем заниматься. Да, и мы стали изучать эту проблему. И тут вот, собственно говоря, в январе, в январе 24-го года, вот буквально меньше месяца назад, в Самаре проходил Кубок России по боксу имени двукратного олимпийского чемпиона и нашего земляка Олега Саитова. Нам посчастливилось побывать на этом зрелище. И это, собственно говоря, это адреналин, это такая красота. То есть белый ринг, да, бойцы в красной и синей форме. То есть это произвело такое впечатление, собственно говоря, даже на меня. И, собственно говоря, я получила в подарок эти перчатки, которые мы увидели в сюжете. Да, да. Я принесла их в кабинет. Думаю, ну невозможно такую красоту как-то не использовать. И поэтому мы стали читать про бокс. И оказалось, что еще в 2018 году в Питере появилась школа, она так и называется, «Бокс для серебряного возраста». Что же это такое? Да, что же это такое? Ну, естественно, такие школы, они профессиональные, они где-то должны быть в спортивных каких-то учреждениях. Но вот здесь вот появилась наша группа, да, вот как раз сформировалась новая группа. Думаю, ну надо попробовать протестировать. Вот мы видели в сюжете, что там все же шесть женщин пожилого возраста. Думаем, ну ладно, мы им покажем, принесем. И, собственно говоря, наверное, не ошиблись, потому что вот там показаны женщины, мерили, мерили эти перчатки. И они говорят, нам 77 лет, и мы первый раз, первый раз в жизни берем в руки эту боксерскую перчатку, мы ее меряем. И вот было видно вот прямо на их лицах, что это, ну не столько адреналин, это такой интерес, и, собственно говоря, мы это и хотим добиться. Ведь чтобы человек как бы увеличил свою физическую активность. То есть не обязательно даже бить друг друга по лицу. Бить вообще не надо никого, тем более по лицу. И здесь мы почувствовали, что мы хотим им показать, даже вот этим женщинам, да? А энергетику спортивного снаряда. Энергетику вот этой спортивной формы. Тем более как бы в руках эти перчатки держали чемпионы. То есть прикоснуться, да? Вот Петр Иванович тут просто не показали в сюжете, он говорил, очень здорово приходить, ну действительно здорово будет приходить вот нашу Тротиковскую галерею, которая у нас откроется, смотреть. А здесь мы можем не только смотреть, да? Но и трогать. И, собственно говоря, даже вот совершать какие-то движения. Вот вы уже сказали, что прикосновение к перчаткам это определенная такая эйфория, это определенные эмоции. А вообще вот люди пожилые, они вне жизни, они вне политики, они вне новостей. Вот это ведь, наверное, страшно? Ну действительно, самый страшный момент, но человек замыкается в себе, и это происходит тоже не сразу. Вот, как я и говорила вначале, это, ну с самого начала, это потери социальной значимости, да? А потом это медленно, так сказать, прогрессирует, и человек теряет интерес. То есть это не вот изначально потеряно, а медленно, медленная потеря интереса. И вот, собственно говоря, новые тенденции, которые ставят перед нами и говорит о которых министр здравоохранения, о том, чтобы как можно дольше продлить активное долголетие. Да, мы, к сожалению, все понимаем, что когда-то будет завершение этого процесса, да, но все мы хотим, чтобы как можно дольше, дольше, то есть не постепенно угасать, не постепенно угасать, да, в течение там 10 лет, да, вот как вы говорите, потери интереса к жизни, да, вот, скажем так, проживание такой безинициативной, серой жизни, это плохо, да? Все же люди должны как можно дольше жить интересно, да, заниматься спортом, да. Тогда они будут меньше болеть. Да, они меньше болеют. Да, угасание неизбежно, но, так сказать, как можно, так сказать, ну, уменьшить, уменьшить этот промежуток времени угасания. Мария Степановна, ну вот, в общем-то, уже почти заканчивается программа, и я бы хотела вернуться к тому, с чего начала. Можно ли сегодня сконструировать активное долголетие и когда вообще стоит задуматься о том, что старость будет? Ну, никому не хочется об этом задумываться. Ну, к сожалению, новые тоже тенденции говорят о том, что задумываться о старости нужно уже в 45. Как бы это было неприятно слушать, да, но об этом надо задуматься. Почему? Чтобы уже, уже продумать для себя какую-то подушку безопасности, да, уже понимать, чем ты будешь заниматься, какие у тебя будут интересы, с кем, где ты будешь проживать, да, то есть об этом же тоже мы думаем, да, и, как правило, значит, кто-то стремится к детям, а кто-то, наоборот, хочет как можно дольше жить в своей квартире, например, не переезжая. Ну, вот здесь вот мы просто не затрагивали эту тему. Сейчас социальные службы и очень много выставок направлены на так называемый умный дом. Да. Умный дом, да, с помощью Алисы, да, которая уже всем известна, или Маруси, да, как там у нас. Алиса, закрой шторы, включи телевизор, да, выключи свет, да, соответственно, включи машинку, то есть вот в 45 лет для нас это понятно, и мы уже можем, как взрослый человек, он понимает, что да, посуду надо мыть, свет надо выключать, газ надо выключать, вот, и уже вот эти вот команды уже простроят для себя тот момент, что если ты будешь находиться один дома, да, вызови скорую помощь, да, то есть вот, ну, такие же моменты в 45 лет совершенно спокойно можно продумать, уже задуматься о них, и, соответственно, найти для себя правильное какое-то решение. В 45 лет, к сожалению, надо уже начинать задумываться. Ну, и задуматься еще о том, как вы сказали, чем ты будешь заниматься, да, потому что... и чем, да, ну, бокс, бокс прекрасно, да, вот новая, новинка, новинка для нас. Вы прямо адепт бокса, и после этого, после этих соревнований. такое впечатление на меня произвело, я думаю, что это очень хорошо. Ну, на самом деле, вот, прикосновение к спорту, это прикосновение к жизни, ведь, фактически, да, то есть в этом возрасте, когда кажется, что уже все для тебя закончено, а на самом деле есть вещи, которые, ну, вот, мотивируют. Мотивируют, да, мотивируют прежде всего. Ну, что ж, понимаю, что невозможно вообще проговорить в одной программе обо всем, о чем вы можете рассказать, у вас огромное количество информации, наработок, будем встречаться еще. Спасибо. Большим зрителям желаем конструировать свое будущее и не болеть. Увидимся ровно через неделю. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова